Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как правильно сварить рис по-китайски. Такой рис получается очень вкусным и рассыпчатым. Берем любой длиннозерный рис и насыпаем его в стакан. Нам понадобится один стакан риса без горки. Затем пересыпаем рис в глубокую посуду и промываем в холодной воде. Промыть нужно очень-очень хорошо, чтобы рис получился рассыпчатым. И вода обязательно должна быть холодная. Главный нюанс в этом рецепте, чтобы кастрюля была сильно больше, чем количество риса. То есть, если вы берете стакан риса, возьмите максимально большую кастрюлю, которая только есть у вас на кухне. В идеале подойдет пятилитровая. Пятилитровая кастрюля у меня была занята компотом, поэтому я взяла чуть поменьше. Перекладываем весь рис в кастрюлю и заливаем горячей водой. Нам понадобится полтора стакана. Уточню, вода должна быть очень горячая, желательно, чтобы это был кипяток. Добавляем немного соли и перемешиваем. Ставим кастрюлю на плиту. Варим рис без крышки на сильном огне до закипания. Затем варим еще три минуты. Потом накрываем кастрюлю крышкой, убавляем огонь до среднего и варим рис еще пять минут. Потом, не открывая крышки, убавляем огонь до самого минимального и варим еще три минутки. Кастрюлю с готовым рисом ставим на стол и укутываем пледом. Крышку не открываем. Так, рис должен постоять примерно 12-15 минут. А мы пока с вами нарежем зеленый лук. 15 минут прошло. Посмотрите, какой рассыпчатый рис у нас получился. Он очень и очень вкусный. Теперь его можно заправить сливочным маслом и посыпать зеленым луком. Или можно отдельно обжарить овощи или, например, куриное филе и подать к такому рису. Вот такой вот рис у нас получился, и он понравился даже моему мужу, который на гарнир признает только картошку. А это значит, что рецепт и правда хороший. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!